Спасибо за возможность выступить с таким докладом. Тема моего доклада, собственно, посвящена редким опухолям желудочно-кишечного тракта. И почему это так? Потому что гастрозинтестинальная эстромальная опухоль составляет до 2% от опухолей желудочно-кишечного тракта, однако это самая частая мезонхимальная опухоль ЖКТ. Нейроэндокринная неоплазия составляет также около 2% от первичных опухолей желудочно-кишечного тракта. И саркомы – это довольно-таки редкая опухоль желудочно-кишечного тракта, порядка 1-2%. И среди них самая частая – это леомиосаркома. Итак, начнем с нейроэндокринных неоплазий. Здесь представлена кистологическая классификация. Как мы знаем, нейроэндокринные неоплазии делятся на нейроэндокринные опухоли, высокодифференцированные, которые подразделяются на грейт-1, грейт-2 и грейт-3, и низкодифференцированные – это нейроэндокринная карцинома. Минон – это опухоли, в структуре которых не менее 30% опухоли включают нейроэндокринные карциномы. Исходя из данной классификации, собственно, строится и лечение, диагностика этих опухолей. При диагностике, в инструментальной диагностике, мы используем такие методы, как PET-КТС в торглюкозой, PET-КТС галием и DOTA-TEG, DOTA-NOG для высокодифференцированных опухолей. Это позволяет диагностировать не только распространённость процесса, но и чувствительность опухоли к аналогам самоцитатина. Также важным параметром в диагностике нейроэндокринных опухолей является определение маркёров. Это хромогранин А, который в целом экспрессируется как при низкодифференцированных опухолях, так и при высокодифференцированных опухолях. Уровень этого маркёра говорит нам о в целом прогностическую информацию даёт. Также это мониторинг ответа на лечение. И следующий маркёр – это панкреатический полипептид. Он определяется при нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. И также важными анализами является анализ на 5-гидроксиэндолоксиную кислоту, которая определяется в моче. Это метаболит серотонина и используется для мониторинга карциноидного синдрома. Если мы говорим про цикодифференцированные нейроэндокринные опухоли, то основным методом лечения является гормонотерапия аналогами с амацетатина, которая позволяет как контролировать симптомы заболевания, так и обладает противоопухолевым эффектом. Здесь представлены те препараты, которые используются и указаны у нас в рекомендациях. Таргетная терапия также применяется во второй линии и в последующих линиях. Это сунетиниб и виролимус, которые показали свою эффективность в исследованиях. Сунетиниб зарегистрирован только для нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, а виролимус как для поджелудочной железы, так и желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим про химиотерапию нейроэндокринных опухолей, то показанием для назначения химиотерапии является низкодифференцированная опухоль, нейроэндокринная карцинома. Стандартным является первая линия терапии по схеме ЕПЭД, и во второй линии это ФОЛФОКС или ФОЛФИРИ. И такая же аналогичная в целом ситуация для поджелудочной железы. Единственное, при высокоопухолевой нагрузке, при высоком индексе пролиферативной активности, возможно назначение химиотерапии, также при G2 нейроэндокринных опухолях, и при G3 назначение в первой линии томозоламиды с капицитабином, а при карциномах – циспатиноз этапозитом. Обратимся к исследованиям, которые были доложены за последний год по нейроэндокринным неоплазиям. Здесь представлено исследование, которое было доложено на АСКО. В прошлом году рандомизировано исследование томозоламиды по сравнению с томозоламидом с капицитабином при нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. В целом у нас уже были данные о том, что данная комбинация эффективна, но по данным маленьких исследований и ретроспективных анализов. Это уже было рандомизированное исследование, куда включались пациенты с метастатическими нейроэндокринными опухолями G1 и G2 и были рандомизированы на получение томозоламиды и капицитабин с томозоламидом. В данном исследовании было показано улучшение выживаемости без прогрессирования. Медиана состояла 22 месяца в группе комбинации и 14 месяцев в группе томозоламида. Это было статистически значимо. Однако по общей выживаемости статистически значимых различий не было, но, возможно, это связано с недостаточной мощностью исследования, чтобы показать эти различия. Также частота ответа улучшилась при применении данной комбинации и длительность ответа также была выше в группе капицитабин с томозоламидом. Еще одно интересное исследование — это применение неволумаба в комбинации с платиновым дуплетом при нейроэндокринных опухолях G3. В целом мы знаем, что частота ответа на первую линию химиотерапии составляет порядка 30%, и выживаемость без прогрессирования — 4-5 месяцев, а общая выживаемость достигает 11 месяцев. В данном исследовании добавляли неволумаб к 6 циклам химиотерапии, и дальше в поддержке до 2 лет продолжалась терапия неволумабом. Включались в большей части пациенты с нейроэндокринной карциномой, и локализации чаще всего это была поджелудочная железа. Мы видим, что частота объективного ответа составила 54%, это чуть выше, чем при химиотерапии мы видим, и контроль над заболеванием составила 80%. Выживаемость без прогрессирования составила 5,7 месяцев, а общая выживаемость — 13,9 месяцев, и необходимы дальнейшие изучения этой комбинации в рандомизированных клинических исследованиях. И еще одно исследование по второй линии нейроэндокринных карцином, это добавление биоцезумаба к комбинации фолфири. Пациенты с нейроэндокринными карциномами были рандомизированы на комбинацию фолфири с биоцезумабом, либо просто стандарт фолфири. В целом это исследование было негативным, потому что не улучшилась общая выживаемость при добавлении биоцезумаба, и мы даже видим, что в группе фолфири медиана общей выживаемости была чуть выше 8,9 месяцев. И также медиана выживаемости без прогрессирования тоже не улучшилась от добавления биоцезумаба, однако чуть выше была частота объективного ответа. Однако все-таки добавление биоцезумаба не поддерживается по результатам данного исследования. И это исследование, которое в целом проводится сейчас, и было бы интересно посмотреть в будущем на результаты данных исследований. Это исследование по первой линии фолфиринокс по сравнению с платиновым дуплетом, и исследование по второй линии сравнение капицитабины с темозоламидом по сравнению с фолфири. Перейдем к следующему опухоли. Это гастроэнтестинальная астромальная опухоль. Как уже было сказано, что это редкая опухоль желудочно-кишечного тракта, и преимущественно болеют ею пожилые люди, однако может встречаться и у детей, связанных с генетическими синдромами. Иммуногистохимическое исследование является обязательным для подтверждения данных опухолей. Это CD117, CKID или DOC1. И также, как я уже сказала, 5% ассоциировано с генетическими синдромами. Наиболее частой локализацией от жестов является желудок. Если мы говорим про терапию метастатического заболевания, то стандартным первой линии является применение имотиниба при прогрессировании процесса, возможно, увеличение его дозы. Во второй и в третьей линии зарегистрированы сунитениб и регарифениб. Если мы говорим про четвертую линию, у нас не одобрен этот препарат, но он одобрен за рубежом. Это репретениб, который показал свою эффективность в исследовании по сравнению с плацебо. И результаты исследования с АСКО. Исследователи попробовали изучить данный препарат, репретениб, по сравнению со стандартом второй линии с сунитенибом при терапии метастатических гастроэнцитальных стромальных опухолей. Здесь представлен дизайн исследования. И это исследование, к сожалению, было негативным, потому что не было достигнуто увеличения выживаемости без прогрессирования, и сунитениб всё-таки остаётся стандартом второй линии терапии. Репретениб в целом хорошо приносился, наиболее частыми побочными явлениями были аллопеция, слабость и мяуки. И последний раздел — это саркома желудочно-кишечного тракта. Это довольно-таки редкие опухоли. По данным литературы, с 2000-х годов было зарегистрировано 73 случая леомиосаркома желудочно-кишечного тракта. Нужно сказать, что в литературе указан тот факт, что до 2000-х годов, до 1990-х годов ошибочно диагностировали не саркомы желудочно-кишечного тракта, а джесты, так называемая эра, до тестирования иммуногистохимии данного биомаркёра CD-117, ЦИКИТ. И тем самым наиболее частой локализацией выявляли желудок. Однако сейчас всё реже описывают данный диагноз саркома желудочно-кишечного тракта. Наиболее частой локализацией является тонкая кишка, толстая кишка, желудок и пищевод. Симптомы, которые в целом проявляются при саркомах желудочно-кишечного тракта, включают кровотечение, боль, опухолевую массу, перфорацию и обструкцию. Если мы говорим про системную терапию, то здесь подходы при эместетических саркомах не отличаются и будет зависеть от гистологического подтипа опухоли. Если мы говорим про леомиосаркомы, наиболее частые опухоли саркомы желудочно-кишечного тракта, то стандартом является химиотерапия по схеме АИ в первых линиях. И хотелось бы упомянуть также, что при MSI-HI опухоли по данным баскетного трайла, КИНОТ-158 в целом и у нас, и за рубежом, зарегистрирована иммунотерапия для данных опухолей. И также при НТРК-транслокации зарегистрированы ларотрикотинип в Российской Федерации. По данным исследований, здесь представлены клинические случаи пациента с метастатическим гастроэнтинально-стромальной опухолью, которая ответила на терапию ларотрикотинипом. И мы видим очень хорошую частоту ответа. Вот. У меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok